Ну что ж, Ариару, мой маленький любитель покушать, и мы продолжаем играть в такой градостроительный симулятор как City Skylines. В прошлой серии мы остановились на том, что пол нашего города была разрушена, и в этой серии я же все-таки постараюсь его привести в порядок и попробовать дальше развивать наш и без этого прекрасный городишко. Правда на восстановление сейчас уйдет большая часть бюджета, и что из этого получится в итоге я без понятия. И как погляжу, у нас метро по идее само восстановилось, да, и все маршруты по ним восстановлены, замечательно. Это не может нас не радовать, и как будто у нас землетрясения здесь и не было замечательно. Так, решила дальше заниматься вот этим нашим райончиком, который не очень благоприятный на самом деле. Если смотреть по экологической обстановке, то этот райончик не очень благоприятный, но все-таки им заниматься надо. Я тут воздомнил немножечко линию электропередач, так чтобы у нас не было просадок по электроэнергии. Дальше буду развивать его по всех направлениях. Меня сейчас единственная насущая проблема беспокоит, потому что тут пишет недостаточно рабочих. Угу. Походу узнают из-за чего, из-за того, что тут пробка. Хорошо, это легко решается, просто заменим эту дорогу на шоссе. А, понял, 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 это моя глупая ошибка. Я так понимаю, нет, тут везде светофоров нет, а что мы тогда везде стоите-то? Почему тут гигантская пробка? Я по дорогам вот смотрю, пытаюсь тут разобраться. На самом деле тут вот это вот все, все вот это вот линия, это одна большая сплошная пробка. Я не знаю, с чем это связано. Но если посмотреть, то есть по приоритетам дорог, по правилам дорожного движения, здесь стоят два знака стоп. У этих дорог приоритетные. Но почему они едут так ужасно, я вот хоть и бей не понимаю. Все, наконец-таки я разобрался с проблемой. Поток машин вроде как тут отрегулировался. Это все было связано с тем, что здесь вот была дорога, которую я впоследствии снес. И она очень сильно мешала потоку, в принципе, всех машин, что создавало некие проблемы. А сейчас мы можем видеть то, что машины едут и очень даже успешно. Я понимаю, откуда у людей такой ажиотаж к промышленным зонам. Была большая потребность, как можем помнить. А сейчас резкая потребность в человека ресурсах, а их нету. Как это происходит, я не понимаю. Все равно они говорят то, что недостаточно рабочих. Давайте здесь... А, у них, по-моему... Да, метро здесь нету. Прежнему не хватает людских ресурсов. Я не знаю, что делать. Можно попробовать, ребят, здесь вот сделать автобусный маршрут. В принципе. Да, думаю, это будет очень даже хорошая идея. То есть я добавил вот такой вот маршрут кольцевой, чтобы люди могли перемещаться хотя бы вокруг или по окраине нашей рабочей зоны. Давайте еще уменьшим. Давайте вот так вот просто сделаем. Я серьезно, ребят, не понимаю, почему требуются люди, хотя вроде как рабочих везде хватает. Я вспомнил, что я хотел, ребят. Вся проблема в том, что вот этот маршрут, то есть вот этот город, находится слишком в удалении от всех. И нужно хотя бы, помимо линии общественного транспорта, в плане то, что мы сделали хоть и линию автобусов и линию метро, нужно еще сделать также доступ к личному транспорту. Потому что, как я сейчас погляжу, людям приходится очень большие делать расстояния только лишь для того, чтобы попасть себе на работу. Ты понимаешь, большая потребность, в частности, у этого всего райончика, давайте вот здесь вот сделаем такую вот развязочку. Вот такого типа. И чтобы был людям доступ ко всему. Гроза еще, блядь, тут началась вообще вовремя. Прям посреди города. Да ты угораешь, что ли? Еще и пожары тут начались прям пиздец. Так. Не состыковочка. Я тут не начал немножко переделывать развязочку, и тут получился небольшой транзит, сок. Это можно легко исправить, на самом деле. Да. С носом всего. Так, вроде развязочку я сделал. Замечательно. Точнее, переделал развязочку. Проблемы, я тут смотрю, с кладбищами у нас. По крайней мере, в этом районе, да, потому что тут нет ни кладбища, ничего. Нужно будет обязательно здесь поставить. Только возле института не очень хорошая идея, но все-таки придется мне, как мне кажется. И здесь паврышку крематорию, потому что в этом потребность очень большая есть. С этим вроде проблему решили. Надеюсь, что решили. Так, дальше решаем проблему с этим районом, блять. И все равно им не хватает людей. Что-то умирающих очень как-то много. И у нас кладбища не справляются. Я тут строю в экстренном порядке еще кладбище и крематорию. Но что-то как-то мне не нравится такая статистика у нас. Таким этапом у меня скоро бюджет пойдет в минусовой. Хотя вроде в этом городе все наладилось, и я думаю, что сейчас и здесь тоже наладится это все. Так, время настало вот так вот заселять наших жителей, чтобы ветка метро начала у нас работать и сфункционировать. Замечательно. Я вот реально сижу и где-то минут 20 просто туплю на эту штуку и не понимаю вообще, вот наотрез не понимаю, что с ней делать. Я понимаю, что, ну типа я понимаю то, что не хватает рабочих только потому, что нет возможности у этих городов нормально доезжать сюда. Но блин, есть же метро, как-никак. Еще одно заметрясение, вы что ебанулись? Еще одно заметрясение, класс. Но в этот раз хоть метро не побило. В экстренном порядке нужно для начала восстановить воду, все. Уже алгоритм на самом деле отработан, и что делать мы знаем. Все, вроде район мы восстановили. Ой, блядь. Ой, блядь. Как много еще всего побило. Надо строить обязательно спасательные службы и прочее. Эвакуационные центры надо будет строить обязательно. Бункера, чтобы люди могли в случае чего ныкаться в бункера и не беспокоиться о том, что их убьют. Потому что сейчас пострадало очень много. Еще 329 человек пострадало. А кстати у нас проблема жителей, которая здесь решила сама по себе. Странным образом. Непонятно, причем для меня совершенно. Как это произошло? Видимо, какой-то момент я упустил. Но все же. Как это произошло? Да ладно, какая у меня разница? И вроде как у нас проблем в городе стало гораздо меньше. То есть я не вижу таких вот особых проблем. Ну кроме вот здесь вот смертности. Но они сами по себе исчезают. Потому что службы у нас в любом случае работают. Это очень замечательно. И то есть я не вижу особых сейчас потребностей в нашем городе. Придется сейчас наверное еще парочку начальных школ построить все-таки. Потому что в них была необходимость такая. Небольшая все-таки, но необходимость была в этом районе. Потому что вообще школ нет. Высший школ тоже надо будет построить. И вижу то, что одного университета на весь наш город не хватает. То есть нужно будет построить еще одно высшее учебное заведение. Я хочу вот этот, в принципе весь городок, вот этот маленький городок отдать полностью под всякого рода такие заведения наподобие университетов. В принципе можно здесь это не поставить. Я говорю строим здесь вот недалеко от старого университет. Замечательно. Также нужно будет продумать сейчас небольшой такой форс-мажорный момент. В плане логистики и то, что нам очень сильно не хватает здесь вот пешеходного перехода. Все, пешеходный переход я вроде как построил. И сейчас должны из этого места выходить люди. Надеюсь. А я тем временем сейчас занимаюсь постройкой пассажирских маршрутов в черте нашего города. Я думаю, что это поможет нашему городу хоть немного с логистикой и с приростом наших жителей. Так, и еще один я маршрут сделал, который сообщает вот эти вот наши два маленьких города. В принципе вот этот город, который у нас маленький, можно будет расширять до этих масштабов. Но пока я этим делать и заниматься не хочу. Пока что это не значит, что я этого делать в принципе не буду. Хорошо. Я потому что сейчас хочу, я посмотрю по нашим финансам. Они у нас в принципе поюнутся романцы. И можно было бы заняться нашим производственным цехом и нашей лесопереработкой в принципе всей. Во, о чем мне нужно. Мне нужно построить здесь товарный терминал. Я так понимаю, да? Для того, чтобы наши поезда могли здесь швартоваться. То есть, а для этого мне нужно сдвинуть что-то дорогу. Но сейчас я займусь этим, это не сложно. В принципе все строится. Товарный терминал строится здесь. Для начала сносится железная дорога, строится здесь товарный терминал. Все соединили. По идее у нас товарный терминал должен работать. Сырье и товар у нас приводятся. Замечательно. Так, все. Вроде я достроил немножечко увеличенный наш участок. Тут кстати горочка какая-то небольшая. Ну ладно, ничего страшного. Увеличить надо непосредственно весь участок этот наш. Теперь мы должны увеличивать наши, в принципе, всевозможные доходы с нашего лесного предприятия. Для этого предлагаю, ну в принципе логичным путем наращивать наши объемы производства. В виде хотя бы построения еще парочки лесодобывающих отраслей. Так, я думаю 4 хватит. Есть лесодобывающий и необходимый лесоперерабатывающий. Лесоперерабатывающий также мы построили. Так, вроде я одну из линий нашего конвейера беспощадного наладил. То есть у нас здесь вырабатываются сырые лесоматериалы. Они поступают в одну лесопилку. А нет, в две наших лесопилки. И у нас вырабатываются пиломатериалы. И пиломатериалы уже у нас экспортируются. На этих вот переходах, возможно, будут пробки, потому что, типа, ну поезда же ездят иногда. Вот. И также тут очень низкая скорость движения автомобиля. Но я думаю, если парочку мостов мы здесь поставим, потому что подземные переходы здесь поставить не очень получится, то, мне кажется, это улучшит наше положение. Можно сейчас посмотреть. У нас сейчас прибыль составляет 9 тысяч, уже 10 тысяч еженедельного дохода. Почему они убирают вот такой вот странный маршрут, чтобы доехать вот досюда? Я не понимаю их логику, ребят. Очень не понимаю. Хотя маршрут как бы вот есть. Типа, вот как бы маршрут есть. И он как бы в приоритете. И я серьезно не понимаю. Вот, смотрите. Они едут с моста. Едут по вот этой улице. Сюда. И только до сюда. Ну, то есть, только до нашего поезда доезжают. Вместо того, чтобы проехать просто вот так вот. Я не понимаю их логики. А, может быть потому, что типа справосторонние движения, все дела. По идее, должно быть сейчас полегче им. Пожар, 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 пожар. Я пожарную службу тут не предусмотрел, хотя она должна была быть здесь приоритете. Здесь надо прям большое такое депо поставить. И лучше его ставить вот здесь вот. Чтобы был доступ ко всем, в принципе, всем районам. Прям совсем. Убежище я буду строить в безызненном порядке. Но чуть позже. Потому что сейчас в этом нет такой необходимости. Нет, она необходимость безусловно есть. Но этим сейчас... То есть, не этим сейчас нужно городу заниматься. Но спасательную службу, тем не менее, я построил. Да, и теперь она должна функционировать нормально. Так, и посмотрим сейчас по финансам. 12 тысяч в месяц у нас... Ну, в неделю у нас поставляются. И это все благодаря нашей лесопереработке. В принципе, я могу сейчас еще один район... Наш застрой. Давайте я этим сейчас займусь. То есть, плантации деревьев здесь построю. И построю здесь переработку этих плантаций. Там у нас были лесопилки. А тут давайте построим завод грунтил... Ой, какой большой этот завод. Грунтиловая биомасса. И давайте здесь одну штучку построим такого завода. Опа, опа, опа. Поздравляем. Мы достигли третьего уровня. Доступной типографии, средней плантации и большой склад. Замечательно. Так, построим здесь маленький склад. Я думаю, маленького склада пока будет достаточно. Плевными. И посмотрим. Так, завод грунтиловая биомасса. И мы можем производить теперь бумагу. Замечательно. Бумага, я так понимаю... Нет. Из сырых лесоматериалов получается бумага. Все замечательно. Так, последование. Сведением у нас производится сырых лесоматериалов, в принципе, в доставке. Пиломатериалов, они у нас в 1200 экспортируются. Очень замечательно. И можно посмотреть, как выросло, в принципе, у нас еженедельные доходы до 14 практически тысяч. Буквально с ничего. Даже уже 16 тысяч. И весь доход приносит непосредственно вот этот вот весь район. Как я погляжу, вот здесь вот большая пробочка скопилась. Но это связано с нашим непосредственно товарным терминалом. Это очень легко решаемо. Мы сделаем здесь просто сейчас мост. Кривоватый. Мост же. Мост же. Все. Какие еще вопросы? Получается, здесь не надо будет останавливаться нашим машинам. И все, они поехали. Замечательно. А, я также хотел здесь бараки построить. Бараки для работников. Потому что работникам нужно где-то будет жить. Пусть они живут вот здесь. Опа, 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 опа. Посмотрите на этот район. Тут возникают гигантские просто пробки. А с чем это связано-то? Куда вы хотите все? Вы хотите все вот сюда вот попасть. Ага, замечательно. Почему-то, почему-то возникают знаки стопка. Ча я их постоянно убираю, но они тут постоянно возникают. Я не понимаю, как это работает. Знак стоп я убрал. Сейчас должна машина начать очень быстро выезжать. Пробка должна будет рассосаться. Так, опять пробка образовалась. Ты что, что будешь делать-то? На каком этапе сейчас? Люди стопорят пробки из-за того, что им нужно перебегать в разные стороны. Хорошо, давайте сделаем людям непосредственно дороги, чтобы был доступ и к парку, и ко всему прочему. Так, пришлось мне передвинуть немножечко остановку, пока я тут переделывался. Но сейчас я продолжу ставить наши подземные переходы. Все, подземный переход у нас сделан. Как минимум одна штука у нас сделана. Замечательно. Сейчас люди должны ходить меньше, по крайней мере, вот здесь вот. Хорошо, если у меня люди не хотят идти по низу, они пойдут по верху. Давайте сделаем навесные подземные переходы. Сука. Они все равно не хотят сюда упорно, вот упорно не хотят идти по этому мосту. Хотя, если посмотреть, пробки-то нет особо. И что я переживал по ее наличию? Ну ладно. Главное, что сейчас пробки нет, и все хорошо. Продолжу, пожалуй, увеличивать наш район с лесопереработкой, для того, чтобы получать наибольшую выгоду с этого района. Давай еще немножко, у нас будет четвертый уровень, конечно же. Гроза. А толку от того, что я знаю, где случится гроза? Как мне предотвратить грозу? Допустим, даже если я знаю, где она, но я не знаю, как ее предотвратить, толку мне от нее. Давайте в экстренном порядке начнем строить убежище. Надеюсь, горожане узнают о существовании этих убежищ, и как-то эвакуируются, что ли. Я вроде везде построил. Блядь. Давайте начнем эвакуацию на всякий случай. И как раз протестируем наше новое инновационное убежище. Да, сейчас понесем большие убытки. Мы сможем спасти пару граждан. Если будет так, то будет вообще офигенно. Все, выпускаем граждан. Гроза, нет последствий, и жертв нет. Я надеюсь, это все благодаря тому, что мы построили несколько новых убежищ, и все будет замечательно. И вроде город вернулся в обычный свой режим. Главное сейчас, чтобы пожарные начали тушить очаги наших пожаров, и чтобы с этим побыстрее справились. Я вот вижу спасательный вертолет делает выживших, которые бы работали на станции, и типа после пожара я могу уже восстановить ее. Это офигенно. Это офигенно, ребят. Я в начале еще серии сделал тут небольшой ход конем, а именно где водочистные станции, я разместил здесь парочку сбирающих мусора, мусоросборника. Как бы это тупо не звучало, и можно посмотреть. У нас минимум загрязнений. Это охуенно. Ребят, это охуенно просто. То есть водичка практически чистая. Ну практически, насколько это возможно. Мне все хочется, вот прям невероятно хочется сильно сделать здесь вот побольше русла реки, и разместить здесь дамбу. Я не знаю, ну мне очень, ну хочется мне так сделать. Я не понимаю, у него предел что ли, но почему-то больше 16 мегаватт у меня не получается сделать. Мощность у нашей гидроэлектростанции. Ну ладно, ничего страшного. Так, а теперь напоследок серии, пожалуй, я решу последний вопрос, который у нас возникает. А я на вопрос с жильем. А именно я хочу решить вопрос с жильем. Я хочу нормально сделать вот этот полугородок. Тем более, что здесь загрязнение у нас спало. Так, я сделал вот такую вот небольшую развилочку. Осталось сделать необходимые въезды и выезды из города, из города. Я сейчас, конечно, понесу большие потери, но в результате у меня получилось нечто подобное. Здесь очень большая развязка, так, чтобы было нашим людям благоприятно здесь находиться. Я не знаю, на самом деле, как себя это все поведет, но здесь будет очень маленькая плотность застройки, потому что по-другому быть вообще не может, не получается по-другому просто у меня. И примерно как-то вот таким вот образом. Мне пришлось тут много что посносить. И, возможно, это даже к худшему придет, но я сделал, как меня попросили в описании, то есть в комментариях к ролику. Я прислушался и решил здесь сделать везде не одностороннюю дорогу. Ой, одно место я пропустил, конечно же. Я решил сделать везде не одностороннюю дорогу непосредственно, а двустороннюю, и движение, возможно, тут в двух направлениях. И к чему это приведет, я вообще без понятия, но маленькую плотность застройки, я думаю, это все сможет удержать. И вообще мы посмотрим. Шумная коммерция будет непосредственно возле всяких шоссейных дорог, то есть на окраине всякой и прочем. И что из этого получится, я тоже не знаю. А внутри практически все будет занято под жилые дома. И вроде как они пока справляются, хорошо. Ой, тут электричества начала не хватает, нужно построить линии электропреддач, для того, чтобы хотя бы электричество было в этом городе. И, кстати, у нас потребности очень резко уменьшились, и в коммерции, и в жилых зонах. Это все. Все вроде хватает, замечательно. Спрос растет в коммерцию, но стройкоммерческие зоны у нас есть, ты можешь строить, в принципе. Спроса не должно быть такого. Достаточно рабочих. Пробок я не вижу, я не понимаю, что ты выебываешься. Кстати, надо посмотреть по пробку, в принципе, что у нас получается. Ой, 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 ой. Опять? Я вот, ребят, я не понимаю, серьезно. Я тут убираю... Нак-стоп. Он, ну, тут все равно появляется, и появляется уже засор с пробкой. Как это называется? Я бы поставил себе трафик-менеджер, какой-нибудь мод, который позволит мне регулировать направление дорог. Например, я бы здесь поставил то, что они могут выезжать только на эту полосу, а эта полоса будет полностью не для них. Практически все проблемы с трафиком. Тут у тебя какие проблемы? Пробка, 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 пробка. У меня, кстати, дороги до сих пор на 50% содержания дорог всех. Давайте-ка поднимем на соточку. Посмотрим, как они себя поведут. По деньгам, кстати, это нас не сильно ударило. На мое удивление. У меня потребность в коммерции, но коммерция, говорит, недостаточно рабочих. Что это значит? И они закрываются, класс. Нет, вы умные, конечно. Есть вариант вообще ничего не ставить здесь. Мне кажется, они, кстати, только орут те, которые находятся рядом с шоссе. Может, это из-за того, что тут шоссе находится? Давайте улучшим до защитного уровня. Дальше посмотрим. Мне реально не может не перестать нравиться, вот как наш город выглядит в данный момент. Я не могу перестать удивляться и перестать восхищаться тем, как выглядит город в данный момент и как он прекрасен просто. Кстати, в будущем можно будет поставить здесь парочку паромных депо, как вариант, для того, чтобы люди могли перемещаться здесь на паромах, то есть на кораблях. Это было бы вообще шикарно. Но это в будущем. Если посмотреть по загрязнению нашему, у нас есть только два загрязненных особо участка. Это вот этот вот наш райончик загрязненный вместе с мусором и мусороперерабатывающими заводами. И непосредственно остаток от этой всей нашей ситуации. Мне хотелось бы также глянуть, что здесь по тропкам, что тут с трафиком. Кстати, он не сильно это и забит. Забит опять вот этот вот угол. Там может знак стоп стоит. Ну а на этом я буду потихонечку зачанчивать. Я хочу выразить большую благодарность всем тем, кто были со мной на протяжении всей серии. Особенно благодарность всем тем, кто досмотрел до конца. Если вам не сложно, пожалуйста, дайте знать, что я делаю это все, не напрасно. Ну а на этом я, пожалуй, закончу. Всем спасибо, что смотрели. Микроб вон был. Как всегда, ваш покорный слугам Амору. Еще услышимся. Услышимся.